В первом тысячелетии до нашей эры в степях Евразии возникло и распространилось множество групп ранних кочевников. Эти группы были движущей силой крупномасштабных демографических изменений в раннем Железном веке Евразии. Ранние кочевники занимали огромные территории Евразийской степи от Северного Причерноморья до Южной Сибири и Восточной и Центральной Азии протяженностью более 7000 километров. На основе археологических и исторических данных выделяется несколько этапов в развитии этих ранних кочевников, такие как доскифский, скифский и хунусарматские периоды. Характерной особенностью этих периодов является широкое распространение общих элементов в материальных культурах степного пояса и прилегающих территориях, сопровождающиеся усилением культурных и, как видно из исследований, генетических взаимодействий между популяциями из географически отдалённых регионов Евразии в ранние периоды. Многочисленные местные группы ранних кочевников изучены с использованием методов археологии и физической антропологии. Эти исследования выявили местные особенности материальной культуры кочевников того времени из разных регионов Великой Степи и позволили восстановить вероятные внутренние и внешние культурные направления и в некоторой степени генетические связи. Накопились большие коллекции скелетных останков, многие из которых были охарактеризованы методами физической антропологии, включая краниометрию и одонтологию. Впоследствии эти останки были использованы для молекулярно-генетических исследований кочевников раннего Железного века из отдельных географически отдалённых степных регионов с использованием как маркеров относящихся к одному из родителей, особенно метахондриальной ДНК, так и данных о полном ядерном геноме. Тагарская культура является одной из наиболее изученных в археологическом плане периода ранних кочевников в степи Южной Сибири. Она существовала на территории Хакаско-Минусинской котловины в первом тысячелетии до нашей эры. Стоит отметить, что раньше этот регион называли Сибирская Италия из-за климата. За это время тагарская культура прогрессировала в течение нескольких этапов развития с параллельно развивающимися народами, такими как Хунну, Монголия и Забайкалья, Дунху, жители Цзэнгузи, Северный Китай, Пазырыкской культурой, Горная Алтай, Россия, Казахстан и Монголия, Алдыбельской культурой, Тува, Россия, племенами кочевников Сянбе, территория внутренней Монголии и более отдаленными Скифами, Северный Причерноморский регион. Эти народы отличались особенностями материальной культуры и погребальными обрядами. На сегодняшний день в Хакаско-Минусинской котловине прилегающих территориях было раскопано несколько тысяч захоронений и других объектов, принадлежащих тагарской культуре. Не исключением были и клады. В качестве примера можно привести июзский клад, обнаруженный работником совхоза неподалёку от посёлка Июз, на севере республики Хакасия. Большой котёл с кладом Хуну сарматского времени зацепился за лемех плуга, а внутри оказалось 278 артефактов. Однако несмотря на значительное количество археологических и антропологических материалов, многие вопросы, связанные с тагарской культурой, остаются нерешёнными, особенно в отношении генетических характеристик их популяций. Генетические корни популяции тагарцев, степень генетической непрерывности на разных хронологических этапах культуры и взаимодействия с другими группами ранних кочевников из соседних регионов Южной Сибири, Средней Азии и других регионов Евразии остаются неясными. Минусинский бассейн не был изолирован от внешних миграционных маршрутов, которые были особенно интенсивными в эпоху Бронзы. Степень влияния мигрантов из Бронзового века и местных генетических компонентов при первоначальном формировании популяции тагарцев и внешних воздействий на разных этапах культуры являются предметом обсуждения среди археологов. Культурные и генетические контакты с синхронными группами ранних кочевников из других регионов Евразии также неясны. Несмотря на большие коллекции палеоантропологических материалов тагарской культуры, палеогенетические исследования ограничены. Данные, опубликованные ранее, включают небольшое количество образцов митохондриальной ДНК и гаплогрупп Y-хромосомы в хронологических рамках полной продолжительности культуры и лишь 16 образцов митохондриальной ДНК средней стадии культуры из кургана борсучий лог. А в новом исследовании учёные оценили разнообразие митохондриальной ДНК от 79 особей из захоронений, относящихся ко всем основным хронологическим этапам тагарской культуры в первом тысячелетии до нашей эры. Согласно полученным результатам, популяции тагарцев показывают аналогичную структуру в совокупности митохондриальной ДНК по сравнению с другими популяциями Железного века, представляющими скифский мир. Эти результаты согласуются с результатами предыдущих исследований, хоть они и были весьма ограниченными. При анализе наибольшее сходство было обнаружено между тагарцами и классическими скифами из Северного причерноморья, несмотря на расстояние. Примечательное то, что близкое сходство в структуре наборов митохондриальной ДНК согласуется с результатами краниометрии этих популяций, как женских черепов, так и мужских. Было высказано предположение о том, что генетическое сходство между ранними западными и восточными кочевыми народами отражает мультирегиональное местное происхождение этих групп с аналогичными генетическими наборами. Согласно этому сценарию, западноевразийские компоненты митохондриальной ДНК, скорее всего были введены в Южную Сибирь миграционными потоками с запада в бронзовом веке, что хорошо задокументировано на основе археологических данных. Проще говоря, в Железном веке эти популяции были сформированы на западе и на востоке из компонентов, которые уже там были с бронзового века, без крупномасштабных миграций в Железном веке. А в течение бронзового века в Минусинский бассейн были две основные волны миграций. Первая. Миграция популяций из Восточной Европы, возможно связанных с ямной культурой, что привело к росту афанасьевской культуры на Алтае и Саянских горах в раннем бронзовом веке, третье тысячелетие до н.э. Вторая. Миграция популяции андроновской культуры, фёдоровского хронологического этапа из прилегающих районов Евразийской степи, современный Казахстан. В первой половине второго тысячелетия до н.э. Средний бронзовый век. Новые результаты не противоречат предположению о вероятной роли потока генов из Западной Евразии в Минусинский бассейн в бронзовом веке при формировании генетического состава популяции тагарцев. Потому как были обнаружены гаплогруппы метахондриальной ДНК с вероятным западноевропейским происхождением, которые доминировали в современных популяциях различных частей Европы, Кавказа и Ближнего Востока, такие как K и HV6. Стоит отметить, что гаплогруппы метахондриальная ДНК и гаплогруппы Y-хромосомы это разные понятия и не стоит их путать. Для оценки потенциального влияния популяции бронзового века иммиграции с запада Евразийской степи на формирование генетического состава популяции тагарцев исследователи сравнивали их ДНК с несколькими более древними популяциями. 1. Культурами раннего бронзового века Афанасьевской, Окуневской и Ямной, потому как многочисленные данные археологии, физической антропологии и геномного анализа подтверждают гипотезу о том, что представители популяции ямной культуры были предками для Афанасьевской. 2. Популяциями среднего бронзового века, связанных с миграциями андроновской культуры в первой половине II тыс. до н. э. из Минусинского бассейна и соседней Барабинской низменности. В результате исследователи отмечают относительно низкие генетические различия между тагарцами и популяциями культур Минусинского бассейна бронзового века, такими как Окуневская и Андроновская. А сравнивая ранний, средний и поздний тагарские периоды друг с другом и с другими популяциями кочевого населения Железного века, выяснилось, что несмотря на генетическое сходство между ранними и средними тагарцами и кочевыми группами скифского мира, популяции раннего периода тагарцев были больше похожи на скифов Северного Причерноморья, а популяции среднего периода уже были больше похожи на южносибирские популяции культур скифского периода, такие как Пазырыгская из Алтайских гор и Алдебельская из Тувы. Также исследователи отмечают, что гоплогруппа С метахондриальной ДНК и её субклада C4A2A, встречающаяся у тагарцев, по-видимому, не была широко распространена в Южной Сибири и Центральной Азии того периода. Только одна линия была обнаружена представителя хунну из Монголии, а это существенно отличается от современных популяций региона. В настоящее время линии C4A2A, метахондриальная ДНК, являются типичными для современных тюркоязычных и монголоязычных популяций Центральной Азии, включая и Южную Сибирь. В отличие от С4A2A, роль гоплогруппы A8 в генофонде населения Южной Сибири существенно сократилась за последние 2000 лет. Этот кластер был широко представлен в скифско-сибирских группах, включая популяции тагарской, пазырыкской и алдебельской культур. В наше время кластер A8 встречается у казахов, туркменов, нагайцев и реже у баргутов из Монголии и Китая, узбеков и бурятов. На протяжении раннего и среднего периода тагарской культуры, вклад восточноевразийских линий увеличился с 34,8% до 45,8%, что привело к схожим генетическим наборам у разных популяций Южной Сибири и без скрещивания их между собой. А в целом результаты подтверждают генетическую непрерывность между группами раннего и среднего периодов тагарской культуры, с уменьшением разнообразия метахондриальной ДНК в генофонде тагарцев. Также исследователи не нашли доказательств миграций или изменений направления межпопуляционных биологических контактов в течение этого периода. Однако интенсивность контактов на уровне материальной культуры увеличилась, как отмечают некоторые археологи. А я на этом не прощаюсь. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.